Всем привет! Сегодня я вам покажу множество рецептов для смешивания телесного, потому что именно с тем, как рисовать лицо, каким цветом его покрывать, иногда бывают сложности, у начинающих особенно. Обычная проблема с тем, как писать белый и как нарисовать лицо, чтобы оно было не поросячье, чтобы оно было не какого-то желтого цвета. В общем, как это все сделать. И есть универсальные рецепты, которые помогают. Вначале, потом вы выберете то, что вам больше всего нравится, потому что любой художник, который достаточно много пишет портретов, он со временем приходит к какой-то своей технологии. Но я сегодня покажу достаточно много разных вариаций, из которых, собственно говоря, вы выберете то, что вам нравится. И начнем с того, что, во-первых, самого оттенка прямо такого телесного, его, по сути, не существует, потому что наше лицо, оно же объемное. И на свету оно одно, в тени оно другое. Там, где у нас носик, губки у нас там более красненькое, лоб у нас более желтый, щеки у нас, ну, это в зависимости от того мужчины или женщины, у мужчины обычно с зеленцой или синевой, потому что там щетина, у женщин больше красненького, потому что там много капилляров и так далее. То есть, в принципе, лицо само по себе неоднородное изначально. Так вот, с чего, собственно говоря, начать? Самый-самый простой рецепт, который вы можете взять, это взять и купить неаполитанскую телесную. Она есть и в акварели, она есть и в масле, она есть везде. Это такой вот нейтральненький, розовато-персиковый, такой нейтральный телесный. Он прям, ну, вот так и называется, телесный. И он в целом хорош, но он достаточно холодный. И он такой прозрачненький в акварели, в масле он немного более плотный, и его как раз-таки можно хорошо смешивать дальше. Собственно говоря, и в акварели ему можно использовать как основу для замесов для других цветов. Ну, как бы, для того, чтобы передать всю грань телесного. Но давайте сначала по базовым, а потом я покажу, какие есть еще вариации. Вторая, ну, как бы, второй базовый рецепт, который используют, в принципе, практически все, он самый простой, это охра. Можно золотистую, можно среднюю, можно светлую. Неважно, намешиваем охра и добавляем немножечко красного. Можно кадмий, можно алую, можно рубиновую. Рубиновая даст немного более холодный оттенок, но охра в сочетании с красным дает вот такой вот красивый, телесный, теплый оттенок. Он дает такой, ну, он даже не сильно теплый, он такой вполне себе нейтральный оттенок телесного, с которого можно, опять-таки, начать свой рисунок, то есть проложить первую лессировку. Что еще можно смешать? Можно взять желтый, это кадмий, обычный желтый. И подмешать, например, сиену. И опять возьмем красный. То есть, в принципе, красный у нас тут будет участвовать достаточно часто. Мы уже получаем более насыщенный такой телесный, с большим красным оттенком. Ну, возможно, я здесь немного переборщила с красным, но вполне он выглядит телесным. То есть, когда он подсохнет, сейчас немножечко высохнет. То есть, видите, вот неаполитанская телесная, она уже начала подсыхать, и она практически исчезает с наших глаз. Ну, в общем, оно сейчас подсохнет, немножечко будет светлее, и вполне себе телесно выглядит. Это можно уже использовать, то есть, это на свету, это можно уже немножко, как бы, в переходике использовать. Переход от одного к другому. Есть еще сиена жженая. Она вот такого вот кирпичного оттенка. Вы можете тоже туда добавить той же охры. Вот здесь у меня светлая охра. И получите вот такой вот оттенок нейтральный. Ну, это более нейтральный, телесный. То есть, если здесь такой явный теплый потон, вот это тоже нейтральный, вот это достаточно холодный. Вот это получается такой более-менее нейтральный оттенок телесного. Есть еще несколько вариантов. Теперь мы попробуем с оранжевым. Он уже такой нейтральный, вполне себе. То есть, он достаточно хорошо подходит для написания лица. Мы можем его точно так же смешать с охрой. И получаем такой, здесь уже явно теплый потон. Потому что оранжевый, это у меня кадмин оранжевый. Он такой явный теплый и дает такой явный теплый оттенок. И, в принципе, можно еще использовать вот такие вот оттенки. То есть, это уже вариации красного, кирпичного. Какие у вас есть в палитре. То есть, вы можете уже дальше играться. То есть, вы понимаете, для того, чтобы смешать такой полноценный телесный, вам нужна какая-то основа нейтральная. Чаще всего это охра. И дальше мы примешиваем какие-либо оттенки красного. Вы можете поиграться с этим. То есть, вот я взяла такой кирпичный красный. Смешиваю с охрой. И получаю красивую теплую тень. Ну, не совсем тень, но такой тоже средний оттенок, которому можно пролепить нашу тень. Точно так же я могу смешать и, например, с урбиновой. Она такая достаточно холодная. С охрой. И я получу очень красивый, холодноватый, телесный. Такой насыщенный, видите, получается. То есть, вот это все, это оттенки телесного. В зависимости от того, какой конкретно телесный вам нужен. И вы уже можете варьировать. Дальше, когда вам нужен телесный такой понасыщеннее. Вот у нас охра вместе с красным. Это алая. И мы добавляем еще фиолетовый. Получается такой вот красивый, холодный, телесный. Если вы пишете что-то холодненькое, если там какая-то очень контрастная тень, добавляете фиолетовый. Фиолетовый всегда дает такой вот холодный телесный. То есть, он превращает любую смесь телесного в такую среднюю какую-то субстанцию, в которой можно прописать тень. То есть, она максимально получается нейтральная, ненавязчивая, но тень вы можете прочертить красиво. Потому что с оттенками, например, синим уже немножечко не так. То есть, вот видите, оно дает такую явную зеленцу. Если она вам на руку, то хорошо. Если вы не хотите, то не используйтесь. Прям в смеси синий не нужно, но можете его использовать сверху. То есть, если вы хотите прям явную голубую тень проложить, если, например, у вас какой-то солнечный день, и там такая конкретная косая тень на лице, то лучше это делать сверху. То есть, уже более таким открытым, откровенным синим брать и все это делать сверху. И для того, чтобы в принципе создать тень, нам понадобятся оттенки коричневого, красного. И в основном, я использую в основном фиолетовые оттенки. То есть, в зависимости от их насыщенности, вы можете создать любую тень. Относительно того, что можно примешивать, например, в неаполитанскую телесную. Как я уже и говорила, на ее основе можно делать разные смеси. И плюс она такая из разряда с белилками. То есть, этот оттенок, который имеет в своем составе белило. И он будет изменять свойства любой краски, которую вы добавите. Можно вот сиену жженую добавить, и он будет давать, смотрите, какой плотный телесный оттенок. То есть, вот эта белильность, она дает такое более плотное покрытие, когда вы либо чистый цвет наносите, либо смешиваете с чем-либо. То есть, белило делится своими свойствами с тем оттенком, с которым вы его смешали. То есть, видите, насколько по плотности он отличается от вот этих вот вариантов. Также, то же самое мы можем сделать и с фиолетовым. Получится такой шикарный, холодный, плотный. Ой, я перестаралась с фиолетовым. Немного нужно добавить. Я думаю, что еще можно слегка розового. Получился практически лавандово-лиловый. Но если вы пишете холодно, то что-то такое холодное, то вполне себе подойдет как тень. И еще можно рассмотреть вариант прям с красным. Это у нас вариация такая, больше на щечки можно. Носик, щечки прописать, то есть, с таким явным красным потоном. То есть, для того, чтобы написать, например, румянец, вы просто в свою смесь, которая у вас уже есть, добавляете больше красного и пишете румянец. Удобно, если вы... Ну, как бы, можно и чистым прописать, совсем так пролессировать оттенок, так же вот как, например, синим. И он перекроется, и будет таким прям красивым оттенком. Но можно в ту смесь, которая у вас уже есть, добавить красного, и тогда оттенок румян лучше впишется, потому что у него уже будет вот эта основа, которая уже есть у вас на рисунке, поэтому будет немного лучше. Так что, в принципе, для того, чтобы смешать телесный, никакого большого искусства не надо. Все достаточно просто. Тем более, что, когда вы начнете писать портрет, оно... ну, сам референс или живая натура будет вам подсказывать, какие цвета. Потому что на лице есть все цвета, которые присутствуют и в других предметах. Не забывайте про то, что бывают рефлексы, тени и так далее, которые могут давать оттенок на лицо. То есть, в принципе, как я уже говорила в начале, лицо неоднородного цвета. Оно не имеет вот этот какой-то нейтральный, телесный по своей сути, потому что везде у нас немножечко разный цвет. Для удобства я сейчас покажу на других рисунках. Не на рисунках, в смысле, мы сейчас вместе нарисуем. У меня есть тут три шикарных барышни, которые... Каждая из последующих немножечко хуже предыдущей. Ну, ничего страшного. Мне главное показать цвет. Начнем с холодной барышни. Я помыла свою палитру, чтобы мне было удобнее. Как раз здесь мы можем использовать неаполитанскую телесную, она нам подойдет. Для холодного варианта. Вначале я просто заливаю все, что у нас должно быть телесным. Обычно я затрагиваю брови, потом их можно нарисовать. Если они темные, вообще без проблем. Если светлые, то они... В общем, светлым потом можно их прописать. И они зачастую похожи на цвет кожи, не сильно отличаются. Пока мы зарисуем вместе с бровями. Пока мокренько, я пишу сюда немножечко тени. Наверное, я возьму вот такой вот сложный фиолетовый, розовый такой оттенок. И пройдусь по теням. Где у нас должны быть тени? Вот здесь волосы. Здесь у нас ключичка. Ушко. Не забывайте про уши. Что у них тоже есть рельеф. Здесь внизу носика тоже нужно. Внизу глазок. Немного. Здесь. Объемчик. Добавлю. Смешаю еще немножко с неаполитанской. Для того, чтобы переходик у нас был. Я делаю все максимально просто и схематично, чтобы просто вам показать, какие смеси можно использовать. Если у вас там холодные, теплые. И последние я напишу в среднем. Оттенки. Пока сохнет, можно немножечко быстренько сделать волосики. Надо их тоже сделать холодно. У нас мы так решили. Здесь мне пригодится кисточка побольше. Так. Я немного фиолетового добавляю. И немножечко не обозеливаю. Надо не задеть, чтобы оно не расплылось. Будет печально. Хотя у меня целлюлоза и в принципе быстро высыхает. Что у нас на свету будет прячь. Схематичненько получается как-то так. Кофточку сейчас подрисуем. Подчеркнем, что у нас холодная барышня. Теперь можно еще немножко пройтись по тени. У меня уже будет переходить к следующему. Возвращаясь к миниаполитанской. Еще немножечко, наверное, вот этой. Теплового-то получилось. Немножко розового. И немножко фиолетового. Я бы взяла коричневый. Я прохожусь по самым темным местам. У нас уже начала вырисовываться барышня. Теперь я немножечко пропишу губы. Что-то сильно все теплое. Нам нужен такой нейтральный розоватый для всех губ. И тем же, что я уже делала тень, я делаю здесь тень. Такая морозоковая барышня получилась. В фиолетовом. Нужно ей прорисовать брови. Ну, для схематичности хватит. Сейчас я опять помою палитру и вернусь к вам. Итак, продолжаем. Пока наша как раз еще не засохла холодная барышня, мы начинаем уже теплую. Для этого я как раз использую стандартный рецепт с плохо и красным. Я обычно делаю замес побольше, чтобы потом еще примешивать. Используя этот же замес. Слишком красный. Ничего. Низбавим. И опять ее. Для удобства. Все сначала закрашиваю. Интересно. Теперь в эту смесь я, во-первых, добавляю немножко кирпично-красного, еще сиены. Такой средненький том делаю. И прохожусь по местам теней, которые будут предполагаться. Это улыбки, складочки. Тут подбородком. Ушко. В принципе, более-менее в тени. Потому что она тут перекрывается волосами. Теперь немножко можно губы потрогать. Так. Для этого мы возьмем классный. Немножечко мухлый. Такой прям. Прям персик-персик. Вот. Просто пока заполняю. Кстати, красивый персик получился. Можно как раз делать немножечко порумянуть нашу барышню. Даже можно тут-тут-тут-тут-тут-тут. Более румяненькую переместил. Такую. Она, наверное, теплая. И должна быть румяной. Так. Видите, какая она? Совершенно другая. Получается. Пока она подсыхает, сделаем волосики. Здесь можно не стесняться. Прям коричневый брать. Но я все-таки добавлю еще красный латый оттенок. Вот и все. То есть у меня много воды, конечно. Боюсь, что зальется одно в другое. Поэтому я так отступлю немножко. Так. Теперь можно еще немножечко тень прописать. Беру кирпичный. И, наверное, какой-нибудь вот такой оттенок. Такой сложный красный. Кирпичный красный. И прохожусь полностью. Ставлю волос еще более темный. Лосик. Теперь немножко губки потрогаю. Чуть-чуть. Трус-рус. И все. Теперь можно немножко волосики дописать. Пока подсыхает. И вот здесь могу пописать. Немного оттенев лицо. Теперь нам нужны брови. И вот здесь они не перельются. В те, которые мы вносили. И вот получилось. Хороший, теплый получился. Поэтому немножко глазки есть. Итак, у нас получилась вот такая вот теплая, красивая барышня. Теперь я приступаю к третьей. Где я уже буду смешивать и холодные, и теплые оттенки. В общем, какие мне захочется. И какие у нас, отлично, и встречаются в жизни. Для этого я как раз не буду мыть палитру. Потому что я... Вот я люблю использовать Охо плюс красный. В принципе, мое любимое сочетание. Но, к примеру, я не люблю полностью все покрывать этим оттенком. Я все-таки люблю его использовать как что-то среднее. И иногда даже оставлять белую бумагу. Для того, чтобы какие-то участки подсвечивались. Этого можно добиться только если оставлять эти участки без ничего. Вот такая румяненькая. Немного больше сразу. Еще можем добавлять немножко красненького в носу. Она так немножко красноватая. Это всегда таким милым выглядит. Так, пока сохнет, я могу. Немножко глаза прописать. Эх, перелезть. Ну ладно. Немножко. Губы. Здесь совсем улетучилось. Надо его подсобрать. Немного более плотно хочется. Немножко свернула. Сейчас немножечко подсохнет. И я продолжу. Так, я тут поняла, что эту девочку мы обиделись тем, что мы не сделали ей никакую кофточку. Поэтому она у нас будет в оранжевом. Так она у нас тепленькая барышня. А это будет в средненьком. Так, продолжаем. Делать свою нейтральную барышню. Хочу немного сделать глаза. Все. Я сделала такой средний оттенок. Теперь можно немного потемнее, чтобы утемнить глаза. Какие-то брови пока есть. Такой симпатичный коричневый оттенок. Пока глазки сохнут, я сделаю немного губы. И, конечно, я все делаю достаточно просто. И схематично для того, чтобы просто показать вам. Потому что выписывать лицо можно до бесконечности. Можно прописать все-все жилки, прожилки. Все, что есть. Все маленькие поры. Это тоже зависит от той стилистики, которую вы выбрали. От вашего намерения. От вашего терпения. От вашего стиля. Это уже полностью от вас зависит. Кто-то любит более реалистичные. Кто-то любит живописные такие, чтобы пооставались такие вот мазочки. Все любят по-разному. Поэтому выбирайте сами, что вам захочется. Так и делайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok